всем доброго времени суток дорогие друзья вы на канале gadget x и сегодня у нас будет распаковка жесткого диска на 2 терабайта вот кажется да сегейт барракуда почему приобрел себе новый жесткий есть да потому что у меня уже места катар статистически не хватает и жесткий диск у меня тут который сейчас стоит всего лишь на 700 гигабайт вы можете себе в это поверить 2018 в этом году жесткий диск на 700 гигабайт да мне тоже стыдно и надо что-то делать в общем то есть вообще изначально планировал купить на 6 терабайт тоже от сегейт там приемлемая цена вот 6000 гривен по-моему лишь и чем-то что-то такое было скорость там 7 200 здесь кстати тоже 7 200 брал жесткий диск скоростной скажем так так как у меня этот на 700 стоит и я ощутил преимущество перед низкоскоростными hdd под систему у меня и среди стоит конечно же как по стандарту скажем так уже давно поставил не тоже ощутил все преимущества ssd и работы системы на ssd компьютер реально работает быстрее все запускается просто мгновенно перезагружается там буквально какие-то секунды знаете уже раз он готов к работе даже когда в при включении тоже там очень быстро включается так вот этот жесткий диск сегейт у нас на 2 терабайта и скорость у него 7200 оборотов 64 мегабайта мегабайта кэш у него так у нас интерфейс подключения sata конечно же так сейчас мы распробуем кстати не показал коробочку он вот такой вот коробки приехал незамысловатый то есть обычная картонная коробка даже вот так вот вон ней лежит 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 пузом вниз сейчас покажу как он это все выглядит собственно довольно такая более менее надежная коробка вот так это дело выглядит обычная картонная коробка самая дешево собственно нам это неважно главное содержимое ну и сам жесткий диск запакован вот так и кстати говоря покупал я это дело все в розетке доставили довольно быстро кому в пятницу я сделал заказ и сегодня уже у нас понедельник сегодня я уже забрал там не еще про домолому самокат приехал тоже надо будет обзор на него сделать трюковой ну сегодня мы не про самокат пока так и так распакуем наш жесткий диск кстати в коробочку нет тоже гарантийку все положили если будете заказывать рекомендую гарантийку конечно же не выкидывать а то мало ли вдруг и что самое главное чеки с почты тоже оставляйте потому что это очень вам пригодится если что мало ли я конечно не говорю что сегеет плохие жесткие диски принципе пауза вам неплохо они хорошие но всякое бывает знаете брак может быть какие-то механические повреждения во время перевозки так далее вот так вот он у нас выглядит распух ты какой до новенький жесткий диск чистенький такой весь хороший красивый вот так вот он у нас выглядит видите плата у нас здесь места подкрепления вот наша спинка на спинке вся необходимая информация у нас имеется сейчас переверну можете даже поставить на паузу и прочитать кому интересно сидеть барах ну и вот у нас интерфейсе подключение здесь тоже клемма есть такое в принципе что сказать по внешнему виду даже не знаю что сказать принципе даже и обзор то делать не особо потому что его ну как бы подключил и пользуешься но я сейчас в принципе подключу и посмотрим как он работает запустится ли он я надеюсь что он запустится без эксцессов чтобы было и попробуем даже скинуть какие-то файлы я наверно сразу возьму свою папочку с видео потому что она уже немного так и немало весит 225 гигабайт получается на диске d у меня лежит и на диске е у меня 100 с чем-то гигабайт видео ух этот видеоблогинг однако место кушает на жестком диске очень много поэтому нужно брать с запасом и все же я планирую будущем конечно именно под видео взять и отдельный жесткий есть чтобы туда скидывать все резервное копирование видео так сказать делать потому что надо это делать а то мало ли вдруг youtube такой капризный последнее время стал ну лет наверное это к 3 так точно и так 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 но чем переступим сейчас приступим то есть подключению я процессом принципе показывать не буду потому что всего-то два кабелька подключите пару шурупов закрутить я думаю каждый с этим справится абсолютно даже неопытный пользователь пока и скорость передачи данных уже не буду бенчмарки всякие запускать потому что они не соответствуют особо там действительности а сразу возьму большой объем файлов и перекину на жесткий диск и покажу как в процессе перекачивания всего этого дела перетекания какая скорость будет на нашем жестком со скоростью 7200 оборотов так ну чем поехали так ну что ребятушки вот я подключил жесткие диски у нас компьютер его увидел но сперва он видеть его не захотел так как новое устройство вам для этого придется зайти сейчас вам покажу путь куда заходить так заходить мой компьютер нажимаете правую кнопку мыши и здесь выбираете раздел управление зашли сюда здесь заходим управление жесткими дисками это у нас находится вот здесь нажимаем и тут у нас появляются наши все наши жесткие диски вот они как видите здесь у меня сверху мой на 700 гигабайт здесь внизу у меня стоит диск под систему это ssd и вот посередине у меня вот этот вот диск новый здесь нужно что сделать здесь заходите надо будет вам короче переназначить его букву короче размечить разметить то там все интуитивно понятно будет здесь сейчас как видите все куча всего открыто вот свойства туда-сюда проводник открыть но это уже не важно собственно там разберетесь там всего один раздел будет свободен и его выбираете и дальше уже следуйте инструкциям именно ставите те параметры которые ставятся по умолчанию и все у вас будет порядке назначаете буковку у меня по умолчанию здесь буква f стоит в общем я так и оставлю вот так вот у нас система и увидела жесткий и сейчас надо же посмотреть скорость передачи данных по этому жесткому диску на мы сейчас зайдем 1 терабайт 1.8 терабайта наш диск так сюда зайдем так папочка у нас смотрим папки у нас здесь видео 109 гигабайт сейчас мы я на всякий случай копирую а потом просто эту папку удалю потому что у меня уже когда-то такое было когда вырезал и вставлял на другой жесткий диск а он у меня короче потух потому что там были битые сектора вот и собственно копируем и вставляем в наш новый жесткий диск вставить окей пошла передача данных у нас и смотрим скорость передачи данных и вот наша скорость как видим скорость неплохая в районе 150 мегабит секунду 142 137 чуть-чуть упала может быть да будет еще падать но она так скачет постоянно поэтому в принципе скорость неплохая как видим 13 минут будет скидываться примерно вот скорость очень даже хорошая мне очень нравится такой расклад так понаблюдаем еще за скоростью скорость хорошая в принципе приемлемо держится все нормально все нормально скидывается можно юзать этот диск так что вот такой вот у нас распаковка была диска с играет паракуда на 2 терабайта так что я думаю в принципе можно брать кстати брал я в магазине розетка как я уже говорил да вот ссылочку на него может даже оставлю в описании кому надо и конечно же через наверное месяц или больше сделаю отзыв уже о пользовании этого диска потому что мало ли какие проблемы будут хотя в принципе все больше нормально наверное видео делать не буду как вы думаете напишите в комментариях надо будет делать видео не надо будет делать такой себе отчет по работе этого диска не накрылся или еще что-то там битые сектора и так далее потому что надо кстати будет его на битые сектора проверить а то мало ли вдруг хотя windows не пищало все в порядке потому что запомните если windows выдает вам smart ошибку bad загрузка там какая-то еще то там в общем smart это означает что в жестком диске есть битые сектора здесь такой проблемы не было и в общем-то хорошо все запустилась и работает так что я очень доволен в общем ставим лайк и комментируем видео спасибо за просмотр дорогие друзья до новых встреч